Повестку дня консультативного совета формировали сами активисты. Частные вопросы, которых тоже немало, изучат специалисты администрации и дадут ответы. Актуальные для всех анапчан темы вынесли на всеобщее обсуждение. Мы стоим в преддверии празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И, конечно же, основная цель услышать от вас, потому что время у нас еще есть, есть возможные предложения по корректировке тех планов, которые мы наметили и притворяем в жизнь уже в течение последних 3-4 месяцев. Общую концепцию предстоящего празднования членом консультативного совета представила начальник управления культуры Марина Мельникова. Притворение в жизнь масштабных планов по подготовке к знаменательной дате началось еще в прошлом году. Все инициативы городских властей общественники и активисты поддержали и отметили. Наш город воинской славы готовится достойно встретить знаменательный юбилей. Речь зашла о памятных местах, не включенных в реестр. В частности, как утверждают общественники на территории роты ДПС, в Анапе есть памятник погибшему экипажу военного катера. Памятный знак, который был установлен на парковой зоне ДжМТ. С учетом того, что сегодня в преддверии этого праздника такие мероприятия, достаточно грандиозные будут, вернуться к этому вопросу и все-таки найти, где он что потерялся. Сергей Сергеев отметил, что восстановление памятных мест – кропотливая работа, и она ведется. У нас таких мест много. Не одно. Мы в прошлом году по Благовещенской решали по месту расстрела наших земляков. То же самое. Ну, уже все с землей сравняли. Там глава по-человечески отнесся, нашел тех, кто помнит. И сегодня это место восстановлено в том виде, в котором оно было. О реконструкции и капитальном ремонте памятников 9 мая рассказала начальник управления ЖКХ Анжелика Базунова. Полностью обновленным встретят юбилей Великой Победы и сквер боевой славы. Эскизный проект уже готов. До 5 мая все работы будут выполнены. Во всех сельских округах будут отремонтированы и приведены в порядок братские могилы и памятники. Благоустройство коснется центральных улиц и скверов Анапы. Корректировки в сторону уменьшения вопросов благоустройства мы не допустим. Вторым в повестке дня был вопрос о земельном участке в парке 30-летия Победы, где установлен памятный знак казакам, погибшим у стен крепости Анапа. Земля была продана в частные руки еще в 2005 году. И с тех пор у участка сменилось пять собственников. Новоиспеченный хозяин через суд потребовал снести памятный камень. Общественность обратилась к главе курорта, но участок был наложен публичный сервитут. Сергей Сергеев подчеркнул, общественность должна участвовать в решении важных для города вопросов. Именно поэтому внедрена практика публичных слушаний и обсуждений.